Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал изучаем C++ вместе и мы продолжаем с вами заниматься по плейлисту и по книге Ситхарт Хараус 8++ самостоятельно за 21 день. Мы перешли с вами к 23 занятию, начали разговор про алгоритмы STL, если не смотрели еще нашу теорию, то обязательно по ссылочке в описании переходите в начало 23 занятия и смотрите теорию, потому что без теории всегда сложно понимать практику. Ну а если все уже смотрели, то большие молодцы, открывайте среду разработки и готовьтесь к тому, что мы сегодня с вами рассмотрим поиск элементов по заданному значению или условию. И рассмотрим также листинг, который имеет название, используя функции find и findif. Вот такие штучки мы сегодня с вами рассмотрим, но перед тем как мы все это дело рассмотрим, я как всегда призываю вас не забывать подписываться на канал и ставить лайк. О, где моя штука? Потому что за последние 28 дней время просмотра с подписчиками, как видите, 53% чуть больше, да? Это отличнейший результат для моего канала, большая вам благодарность, но наш с вами челлендж сделать 60%, поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и все в этом духе, потому что контента по C++ будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много. Вот, ладно, погнали разбираться, что у нас здесь есть. Соответственно, вчера мы рассмотрели, какие основные алгоритмы бывают, поняли, что они есть двух типов неизменяющиеся, да, и изменяющиеся алгоритмы, поэтому вот так вот. Сегодня у нас с вами поиск элементов по заданному значению или условию. Для заданного контейнера, например, такого как вектор, алгоритмы stl.find и findif позволяют найти элемент, который равен указанному значению или удовлетворяет некоторому условию соответственно. Применение алгоритма find осуществляется по следующей схеме. Сначала мы создаем afterElements, который будет принимать что-то, да, результат функции find, find туда cbegin, cn, как обычно, и искомое значение мы туда засовываем, и все у нас замечательно. И не забываем про проверку. Помните, да, у нас была проверка с вами, что элемент у нас не вышел за границы нашего вектора. И, соответственно, если не вышел, то пишем значение найдено. Вот, алгоритм find if похож на find, но требует предоставления унарного предиката, унарной функции, возвращаемое значение true или false в качестве третьего параметра. То есть в качестве третьего параметра от нас требуется лямбдовыражение, которое, ну вот, какое-то должно быть, да. По какому значению мы что ищем. Хорошо, вроде бы пока не сложно. Обе функции, ну мы с ними работали уже с 7 функций, поэтому нам будет проще, да. Обе функции поиска возвращают итератор, который необходимо сравнить. Я хотел сказать, что они возвращают итератор, но потом подумал, блин, а вдруг нет. Но да, возвращают итератор, который необходимо сравнить с результатом, возвращаемым функцией членом контейнера end или cn, чтобы проверить успешность операции поиска. Если проверка показала успешность поиска, этот итератор можно использовать в программе. В листинге 23.1 показано применение функции find для поиска значений вектора и функции find if для поиска первого четного числа. Ой, кофе с утра. Это, конечно, вот с утра, час дня. Ну, всех разное утро, да. Окей, поехали. Используя функции find и find if 23.1. Для нашей сегодняшней нашей программы нам потребуется директивы при процессоре, естественно, и нам их нужно 3 штуки, iStream, 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 iStream. Вектор. Далее на четвертой строке кода мы откроем нашу основную функцию main. Ручки с утра вообще не печатают. Далее укажем, что мы будем использовать using namespace std локально внутри нашей функции main. Потому что у нас больше ничего нету нигде. Далее создадим объект класса Vector, назовем его NamsInVec, 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 инициализируем это дело с значениями, как обычно там 2017, это не в первый раз он одними и теми же значениями, с хардхрауном, инициализирует наши вектора. Мне кажется, он пример может... Нет, кстати, вот здесь 10 тысяч такого не было. Единичка добавил. Ладно, поехали. Не буду тут вот это вот все. Девятая строка, сяут, введите искомое число. Введите искомое число. Введите искомое число. Создаем янтовую переменную, которую будем ручками вводить. Antofind она будет называться. Инициализируем это дело все сразу в нулем. Соответственно, будем вводить ручками эту переменную, чтобы видеть... Перед оператор сиен будем ее вводить. Чтобы найти ее в нашем векторе, соответственно. Вот, 13-я строка кода. Создаем объект типа авто. Как бы не тип авто, да, у нас. Но капиллятор там сам разберется. И функция fine. И наша функция fine, которая принимает, соответственно, три значения. Ну, точнее, параметра. Это начало нашего вектора. Начало нашего вектора. Нам с invec se begin. Se begin. Далее нам... Нам с invec se end. Так как мы и не планируем здесь ничего изменять, поэтому у нас с invec se end. И третий параметр, это у нас, соответственно, наша... Вот это вот... Нам тупой. Вот. А, окей. Что такое? Кто тебе, друг мой, не нравится? Se begin. Se end нам... Se begin. Se begin. Бывает такое? Так, окей. Вот такая вот история получается. А, также у нас здесь это дело все прокомментировано, как обычно. Начало диапазона. Начало диапазона. Конец диапазона. Соответственно, под комментарием, конечно. И искомое значение, да, искомые элементы. Испомый элемент. А я, помните, да, на прошлом занятии вам сказал, что мы будем пытаться, пытаться в английский больше, сейчас скажу, пытаться больше в английский, поэтому мы с вами будем делать небольшую хитрость. Я просто подумал, что у нас обычно листингов много. И раз там на все на русском языке, как бы нам с вами немножечко понимать, что, где и как, да. И я подумал, что будет прекрасно и замечательно, если мы вот эти вот штуки, которые под комментарием у Сидхарт Харау записаны на русском языке, мы будем при помощи нашего дипла переводить на английский, соответственно, да. И просто вот здесь как подписывать на английском языке, чтобы наша с вами головушка запоминала то, ну, вот это вот все дело. Поэтому, как бы, ну, как бы надо, да. Как бы надо. Вот. Соответственно, мне кажется, вот это выражение более подходит для вот этого вот дела. Beginning of Range. Соответственно, здесь End of Range. И искомый элемент, пайнт элемент, скорее всего, будет сикинг. А почему сикинг? Интересно, да, сикинг? Ну, будем вот так вот немножко все это дело вспоминать. Сикинг очень интересно, да. У нас как бы все find, find. Искомый. Ну, ладно. Пусть будет так. Ну, с чем больше английского в наших глазах, тем больше его в наших умах, с вами, соответственно. Окей, поехали. Далее. Ну, как бы, вот такое лирическое отступление, чтобы вы потом не спрашивали, что это у тебя везде там, это с английским языком. Комментарий. Ну, шанат. Успешности. Поиска. Как бы особо просто внимания на это застрять не будем. Я буду делать дальше. Это уже все дело на автомате, да. Но вы просто знаете, что вот так вот у нас это есть. Checking the success of the search. Вот это, конечно. Checking the success of the search. Сексес. Сексес. Вот эти сексесы мне никак не даются. Checking the success of the search. Хорошо. Далее у нас с вами проверка. Проверка элемент не равен к концу нашего сиенда. И если не равен, то сиаут элемент не равен. Так, значение элемент найдено, да. Значение. Значение. Изменовываем наш элемент. Найдено. Online. Окей. Ну и else, соответственно, значение не найдено. Поиск первый. Так. Значение не найдено. Все окей. Теаут. Значение. Нам тупо. Нам тупо не найдено. Такая вот печалька. Так, хорошо. Есть у нас проверка условия. Все это сделали. Молодцы. Замечательно. Ну, здесь я inline просто добавил. Из-за хардкорового тенки. Но это одно и то же, поэтому ладно. 23-я строка кода. Поиск первого четного числа с помощью findIf. Все out. Поиск первого четного числа с помощью функции findIf. Так. Что мы будем делать? На 25-й строке кода опять же создаем наш авто. EvenElements. EvenName. Который. Будет итератор получать в себя. FindIf. И в FindIf мы с вами, опять же, на первых двух местах у нас с вами будет наш вектор. Опять же, Сиэндовский. О, Си... Сибигиновский. Сибигин. Вектор. Сиэнд, соответственно. И ниже у нас будет с вами лямбда-выражение. Помним, три замечательные скобки. Внутри скобки-скобки, да? Так, окей. И здесь у нас будет с вами лямбда-выражение. У нас будет... Принимать один параметр. Это будет IntElement. И здесь у нас просто будет возврат. Возврат значения Element. Element, деленное по модулю на 2. По модулю на 2. То есть, если там 0, то равно 0. Если 0, то это true. Если нет, то это false, соответственно. Так. Вот такая вот история получается. Вот такая вот история. Здесь, опять же, начало диапазона. Просто мы так 200 раз напишем и когда-нибудь запомним, да, что это такое. То есть, начало диапазона beginning of range, конец диапазона end of range. Хорошо. Дальше наше лямбда-выражение, которое принимает один параметр, который возвращает нам true, в зависимости от того, делится ли без остатка на 0. Наш элемент или нет. Окей. Не забываем про проверку. Не забываем про проверку. 29-я строка кода. Если наш even-num не равен концу, не добежал до конца нашего нам с вектора, то в этом случае у нас с вами найден списковый элемент cell. Число в позиции. Число. Even-num. Позиции. Число его нам в позиции. Да, нужно будет это дело вот так вот. Число его нам в позиции. Ну да, потому что он возвращает. Ага, интересно, да? Он покажет нам. А, и там вон, уля, ля, какой. Что там происходит? Distance. Distance. Интересно. Мы как-то пользовались один раз distance, но прямо сейчас... Ну, понятно, что это какая-то дистанция от и до, но я прямо сходу сейчас не скажу. Так, nums. Наш вектор begin. И второе, наш... Even-num, да? Even-num. Прикольно. Мы сейчас будем разбираться, что у нас здесь, и догадываться, а потом, как нормальные люди читать, что это должно было быть. Так, ну вот. Да, то есть вот такой вот код. Давайте смотреть. Это очень интересно. Сейчас мы это обязательно посмотрим. Но давайте снизу, сверху вниз, как обычно, рассмотрим, что мы здесь с вами наделали. В чем мы разбираемся, а в чем нет. Сверху у нас с вами включение трех заголовочных файлов. Иострим, алгоритм и вектор для того, чтобы работать. Иострим для работы с объектами seout и sin. Алгоритм для того, чтобы работать с функциями, соответственно, find if с алгоритмами и find. Вектор у нас для того, чтобы работать с объектами класса Vector, соответственно. Далее мы указываем, что будем пользоваться пространством именно std внутри нашей функции main. Создаем объект класса Vector, даем идентификатор или название nums.invec и идентифицируем его через список инициализации фигурной скобки его значениями. Далее ожидаем вывод на консоли, введите искомое число. Заводим переменную типа integer, даем ей идентификатор num2find, инициализируем ее нулем, чтобы в ней не лежал мусор. Далее мы ручками вводим наш seint num2find. И на 13-й строке кода у нас начинается наша функция find if, которая возвращает нам итератор, соответственно, искомый элемент, и наша функция состоит из трех аргументов. Из трех принимает три параметра, три аргумента, наверное, в себя. То есть первое это диапазон нашего вектора, где мы что ищем, то есть мы будем искать заданное нами значение в диапазоне от начала нашего вектора до конца нашего вектора, и, соответственно, третьим параметром принимает наш искомый элемент, который мы собираемся искать. Он же seeking element. Далее мы обязательно проверяем успешность поиска, было ли у нас, ну, нашелся ли наш элемент. То есть проводим с вами checking the success of the search. Короче, и если наш элемент не дошел до, в смысле, дошел, то не дошел до конца и нашел наш элемент, то мы вводим, конечно же, то, что наше значение, разименовываем наш итератор и получаем, соответственно, здесь то значение, которое мы искали, найдено. Если же нет, то видим на консоли, что значение, которое мы ввели сюда нам to find, не найдено. Окей. Далее на консоли ожидаем вывод строки поиска первого четного элемента с помощью функции find if. Но продолжаем, остановился после вот этой строки, значит, ожидаем на консоли поиска первого четного числа с помощью функции find if. Далее у нас функция find if, которая похожа очень на функцию find, да, и принимает в себя начало диапазона, конец диапазона и лямбда наше выражение. Лямбда выражение наше принимает один параметр, который и возвращает нам значение true либо false в зависимости от того, делится ли без остатка наш элемент, ну, собственно, на двойку, да. Вот, соответственно, ну и дальше проверка, что если дошел до конца, то вывелось число, если не дошел до конца, ну, в смысле, если дошел до конца, то выводится, здесь видите, как написано, да, интересно, число в позиции, это значит, что, ну, я просто уже, у меня опять отвалилась запись, и я уже думал и разбирал это, но придется просто сказать, что она делает без моих умозаключений, как я к этому пришел. В общем, это функция distance. Distance, она принимает два параметра. Это начало диапазона, куда мы хотим вести как бы отчет, да, и наш EvanNam, который указывает на, это будет итератор, вот сюда у нас вернется итератор, и здесь будет итератор на какую-то ячейку, соответственно, если мы, ну, мы здесь ожидаем увидеть 0 в первой позиции, поэтому он будет в первой позиции. Соответственно, давайте запускать программу и смотреть, как она работает. Немножко меня вот так вот сбивает это, то, что у меня что-то перестало все это дело работать, да, бывают сбои какие-то неинтересные, вот, ну, в общем, что 5 ввели до значения 5 не найдено, такого нет, назначения поиск первого элемента отчетного числа с помощью findif, число 0 в позиции 1. Что интересно, ну, давайте, я не знаю, сначала проверим findif, в смысле find, 25 введем, и вот значение 25 найдено, ну, а 0-то так и остался в первой позиции. Очень интересно, вот эта функция distance, она возвращает нам, ну, как видите, да, индекс, где у нас находится наш элемент, и берет за начальную точку отсчета начало нашего вектора, если мы здесь сделаем вот так, то он найдет первое число, делющееся на 2 без остатка, это, соответственно, у нас 0, но позиция у нас будет нулевая, это очень прикольно, я вот с этим разобрался, что-то и так забавненько стало, что видите, число 0 в позиции 0, то есть он возвращает нам именно позицию, где находится данное число, поэтому, ну, данный элемент, это очень забавно. Я просто сейчас не могу так опять влиться в то, что я уже говорил, да, и мне приходится заново это все записывать, не знаю, что это у меня ОБС в последнее время или компьютер второй, может быть, винду там снести, ну, как бы такие потуги, как будто бы надо бы будет сделать, но я не знаю, еще раза два я вытерплю, что он... просто суть в чем, я сейчас пожалуюсь немножко, да, потерпите. Ладно бы, если бы он гасил записи такой, ну, вот 15, ну, вот как вы с этим роликом получилось, я 17 минут поговорил, и, ну, я-то ролик полностью записал, и он еще не говорит, он говорит, ролик там, сколько, 25 минут он был, и он у него идет, этот запись, идет таймер, и все окей, а когда нажимаешь остановить запись, он как бы завис, и все, и не хочет останавливать запись, и потом она как-то там рандомно на каком-то, не знаю, неведомом почему останавливается, и в итоге вот сейчас получается 17 минут записалось, и еще остальное мне нужно было как бы дописать, да, и как бы это не очень, потому что я там теряю 5 минут, потом здесь теряю, короче, кошмар. Вот, так, получается, мы здесь не читали еще с вами анализ, давайте быстренько по анализу пройдемся, потому что я говорю, я сейчас не могу включиться, поломанная логика, да, так сказать. Давайте анализ функции main начинается с создания вектора целых чисел и инициализируемого набором значений в строке 7. Окей. Алгоритм find в строках 13-15 используется для поиска введенного пользователем числа. 13-15. Вводим, получаем итератор, разименовываем, кайфуем. В строках 13-15 используется для поиска введенного пользователем числа. Использование алгоритма find-it для поиска первого четного числа в заданном диапазоне представлено в строках 25-27. 25-20. В строке 27 приведен унарный предикат, переданный алгоритму как лямбда выражение. Это лямбда выражение возвращает значение true, когда элемент делится на 2, тем самым указывая алгоритму, что данный элемент удовлетворяет проверяемому критерию. Обратите внимание на применение в строке 32, обратили внимание в строке 32 на алгоритм std distance для поиска позиции элемента относительно начала контейнера. Но у нас здесь может быть не только начало контейнера, мы можем любое число контейнера туда передать, и тогда у нас будет относительно этой позиции вводиться позиция, да? И это очень прикольно, забавно. Я прям этим так восхищался, но это не записалось. Ну да ладно. Что ж теперь поделаешь, да? Соответственно, в листинге 23.1 всегда проверяется допустимость итератора возвращенного функции find или find-it. Это вот эти вот наши проверочки. Об этом речь. Эту проверку никогда не следует пропускать, поскольку успех операции find никогда нельзя считать само собой разумеющимся. Это нам еще когда-то ситкартка уже говорил, и мы как будто бы это запомнили. Вот такая вот программа, не очень сложная. Просто печалька, что у меня опять вот оборвалось вот это вот все. Но в любом случае запишется ничкуда не денется. На следующее занятие мы с вами будем заниматься такой историей, как подсчет элементов с использованием значения или условия. И наш листинг будет применение функций count и count if. Вот такая вот интересность нас ждет на следующем занятии. Если здесь все понятно и все было замечательно, не забывайте ставить лайк, обязательно подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней 53% моих зрителей смотрели меня с подпиской. Это отличнейший результат, но нужно нам наш с вами челлендж 60%, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые ролики. Если что-то непонятно или просто хочется что-то написать обязательно в секции комментариев, пишите больше комментариев, это бустит ролик и это замечательно. И я вижу какой-то фитбучок. Вот да, но кстати с последнего времени, с недавнего времени увеличилось количество лайков под роликами, это тоже большое вам спасибо, не забывайте их ставить, мне всегда очень приятно. Вот, соответственно, меня зовут Илья, это канал изучаемся в плюс-плюс месте, сейчас мы занимаемся по книге Ситхард Хароус 8, самостоятельно до 21 день, соответственно у нас огромнейший плейлист, ссылочка на него есть в описании. Увидимся с вами в следующем ролике, где будем разбирать лестинг 23.2. Все, всем до встречи, надеюсь записалось и мне не придется еще раз то же самое говорить, потому что не люблю несколько раз записывать одно и то же. Ушел. Ушел. Ушел.